Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог» о самых главных событиях, которые происходят в городском округе Люберцы. Ну и, конечно, о тех людях, которые эти события притворяют в жизнь. И сегодня у нас в гостях в преддверии очень важной даты, 22 июня, человек, который занимается ветеранами и людьми, которые так или иначе связаны с профессией, которая называется «Родину защищать». У нас в студии Дмитрий Афанасьевич Кристинин, депутат совета депутатов городского округа Люберцы и представитель правления Московской областной и общественной организации «Содействие ветеранам и инвалидам наше поколение». Здравствуйте, Дмитрий Афанасьевич! 22 июня, что для вас это за день? И как вы считаете, вот мы очень всегда ярко, торжественно отмечаем 9 мая, я считаю, что это больше, чем праздник. А 22 июня как-то всегда у нас, ну так, вспомнят некоторые телекомпании, на этом все заканчивается, пару фильмов покажут. На мой взгляд, это день, без которого нет истории нашего государства, великого, новейшей истории. Конечно, нельзя не вспомнить тех людей, и это, безусловно, важнейшая памятная дата, именно важнейшая, как для тех людей, которых, к сожалению, становится, скажем, в нем все меньше. Это участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, но также это важно для той молодежи, которая растет сейчас, которая должна помнить то время тех людей, благодаря кому сейчас живем все мы, живут наши дети и внуки. Ну, то есть, помните не только День Победы, но и День Начала войны, как мы помним, это было воскресенье, 22 июня 1941 года. Скажите, а у вас, в вашей семье, есть какая-то своя военная история тех лет Великой Отечественной войны? Что-то вы знаете о своих родных и близких? Конечно. И, поскольку все-таки я рождение 72-го года, все мои бабушки, дедушки, они принимали непосредственно участие в тех далеких событиях. Красноармеец у нас был один. Это отец отца, Александр Епифанович Кристинин. Да, дедушка ваш, получается. Ну, да, он воевал, да, непосредственно, но все наши остальные, и бабушки, и дедушки, они принимали участие в Великой Отечественной войне. Ну, в Тылу. Кто в Тылу, кто на фронте? Кто работал на предприятиях, на тех, да, вот прабабушка Настя и бабушка Нина, они работали в Кожухово, в Совхозе, в то время, когда. Ну, все, так или иначе, принимали в этом участие. Это не было людей в то время, которые не принимали бы в этом участие, не были бы как-то задействованы. Потому что победа ковалась, конечно, великой ценой, ценой каждого трудящегося, каждого солдата, и только благодаря этому она и получилась. Ну, сегодня мы еще хотим поговорить о том, что, к сожалению, несмотря на то, что это вроде бы 1941 год, человечество так устроено, что без войн, без вооруженных конфликтов наша жизнь не обходится на земном шаре. Непонятно, в связи с чем это связано, но так уже устроено человечество. И поэтому вот вы занимаетесь такой деятельностью, общественной организацией, руководитель как председатель правления, напомню, что это организация, общественное содействие ветеранам-инвалидам, наше поколение. Вот начнем со слова «ветераны». Что вы делаете, и вообще, предысторию вашей организации, почему вы решили заняться этой работой? Скажем так, на рубеже определенного возраста, а более конкретно это 2000 года непосредственно, ну, пришел к тому пониманию, что помимо решения каких-то личных вопросов, работы, то есть, есть все-таки родной город. А в нем есть люди, благодаря которым этот город есть, существует, занимает свое, одно из первых мест Московской области. Этим людям нужна какая-то поддержка. И вот начиная с этого времени, я в кругу единомышленников начал принимать участие в общественной жизни родного города. Времена были непростые, только закончились 90-е, кризис 98-го года и далее, и так далее. Ну, всем это все известно. Вроде как это время, конечно, летит, и, оглядываясь назад, нельзя про это не вспомнить. Но было. Это все было, да. Это наша история, и именно история... Ну, о прошлом я вспоминаю не как о чем-то там, да, что-то было. У жизни такая штука, что она не бывает ровной, гладкой, и только белыми пятнами. У жизни происходит все, и всегда, и постоянно. Сегодня может быть так, завтра может быть другое. Но есть и что-то в этом положительное, потому что никогда не бывает черного, появляется белое между ними. Да, ну жизнь так устроена, да. То есть вы представитель белого направления, чтобы раскрасить черную жизнь в белые полосы. Ну, вы знаете, я бы сказал так, чем более активную жизнь любой человек ведет, тем у него эти полосы, наверное, чаще чередуются. Если ты дома на диванчике, поплевав потолок, глядишь в голубой экран, и более ты ни на что не способен, то, наверное, проще. Под лежащий камень вода не течет, как известно. А когда ты сейчас в одном месте, через час в другом, потом в третьем, и твой рабочий график начинается в 5-6 утра, заканчивается уже, когда на улице темно, и даже в летний период. Конечно, жизнь гораздо быстротечнее получается в таких случаях. Начиная с 2000 года, я принял для себя именно такое решение, что надо как-то попробовать, шаг за шагом. Я могу сказать, что одной из самых серьезных акций, которая была на тот момент, это было строительство аллеи памяти павшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах, которые находятся на улице Куракинской. Прежде чем мы пойдем дальше, потому что здесь много еще вопросов возникает, скажите, ну все-таки, а зачем вам это лично нужно? Это как-то связано с тем, что вам не нравилось, что этому уделяется мало внимания? Или действительно круг ваших знакомых, людей, которые имеют к этому непосредственное отношение, требовал какой-то помощи, и вот вы взвалили на себя эту миссию? Или кто-то вам предложил? Ну, мы с вами начали разговор с того, что были ли члены моей семьи, которые принимали участие. Я вам про это рассказал. То есть это еще оттуда? Это на опыте, на душевном состоянии своих бабушек и дедушек, на то, через что они прошли, был воспитан я. Более того, с 2010 года я постоянно слушал Владимира Семеновича Высоцкого. На коллеге. Фактически, ну да, есть, допускаю, такие песни, которых я не слышал, но в основном я очень-очень много исторических, они же, наверное, наизусть. И все это способствовало определенному формированию вот такой личности, каким я в дальнейшем стал. И слава богу, что у меня есть тот опыт, есть такие бабушки и дедушки, память о которых мне греет душу, безусловно. Я не могу про них не забыть, я не могу про них не рассказывать будущим поколениям, я это буду всегда делать. У меня есть сайт депутата, который, независимо сейчас от развития всех социальных сетей, он в любом случае ведется. Ведет его мой брат Александр. И там вся эта информация, начиная с начала, ну, по-моему, 2005 года потихонечку начинала аккумулироваться, и там вот есть проект сведений. Потихонечку так. Это уже история. И многое там, ну, кто заинтересует, тот может много оттуда вычислить. Там есть история нашей семьи, история военных лет нашей семьи. И там более подробно написано про всех моих родных, про кого есть эти сведения у нас в семье. Ну, мы еще вернемся, скажем так, к обратной связи, то есть кто и для кого эта информация сегодня, ну, скажем так, очень важна. Я имею в виду молодежь, будущие поколения, но давайте продолжим разговор о том, и так вы начали работу, появляется эта общественная организация. Ну, конечно же, и были рядом люди, которыми общаясь, ну, принималось такое решение, потому что, ну, такой бы один человек ни был сильный, целеустремленный, в любом случае один в поле не тот воин, так скажем. Да, коллектив, в любом случае коллектив единомышленников, это именно та сила, которая подластна, ну, более сложный проект, более какие-то развернутые мероприятия. Потому что, ну, мы же понимаем, что общественная деятельность, она то и общественная, что потратим, везде нужны деньги, а потратить мы можем что? Ну, то, что есть у нас в карманах, то, что мы заработали. Вот мы заработали, мы смогли потратить. Не заработали, ну, значит, мы не смогли этого потратить. Мир не без добрых людей, конечно, люди откликаются и помогают. И у нас, я считаю, в городском округе Люберц очень развита эта тема общественности, тема милосердия, тема помощи нуждающим. А как это работает? Вот какой-то бизнесмен, какая-то организация, вы какие-то письма присылаете, приходите туда лично? В моем случае мы все делаем сами. То есть как? Вы просто приходите туда или разговариваете с ними, или как? Или предлагаете поучаствовать? Нет, я никого ни о чем не прошу, что мы зарабатываем, то мы и тратим. Хорошо, а как вы тогда зарабатываете? Возникает вопрос. Ну, как мы зарабатываем? У всех же есть какая-то трудозанятая. Депутат – это деятельность общественная тоже. Она не подразумевает получение заработной платы от государства. В моем случае я депутат на непостоянной основе. Поэтому у меня есть занятость моя трудовая, в которой я работаю. И у меня четыре работы, на которых я работаю. Вот так вот. И то, что я зарабатываю, то я имею возможность потратить. У меня такое близкое окружение, мои родные, которые меня поддерживают в этом, друзья. И вот так все это и складывается. Ходить протянутой рукой мы этим не занимаемся. Хорошо. Но с другой стороны, вы говорите, что кто-то откликается. А кто откликается? Что это за… кто пополняет вот этот отряд людей? Мы постоянно находимся в общении. Люди приходят на прием, ты знакомишься с кем-то. Поскольку все-таки, как я сказал, занимаемся и мы этим. Не я один, а уже с 2000 года. Конечно, это срок для муниципального образования, как городского округа. Это, конечно, срок, я считаю, достаточный. Нету тех структур, каких-то организаций, где бы с руководством не было каких-то уже наработанных личных, рабочих взаимоотношений. Все это есть. Ну а проблемы какие? Чего не хватает на сегодняшний день? Ведь не бывает так, чтобы все было хорошо. Вы сами говорили, полосы-то разные бывают. Ну и знаете, что городская жизнь – это живой организм. Он как и городской хозяйство, как и иные сферы деятельности. Нельзя, допустим, вчера что-то сделать и потом долгое время наслаждаться этими плодами. А это работа ежедневная, изучастная, ежеминутная. Поэтому мы же постоянно находимся в движении. И вдобавок все-таки я хочу сказать, что даже если у людей нет возможности какое-то финансово оказать, но есть личная возможность что-то сделать своими руками, потратить личное время на что-то. Хочу отметить, что очень во многих случаях огромная часть вопросов, которые задают избиратели или на личном приеме люди, приходящие на прием именно с какими-то личными проблемами, удается решить телефонным звонком, личным общением, каким-то просто участием. Возможно, человеку оказывается достаточно только даже доброго слова для того, чтобы как-то исправить настроение, направить на какой-то важный путь, подсказать какое-то решение. То есть даже психологический такой вариант. Конечно, тут, конечно, мне большое подспорье оказывает то, что имеется определенный опыт юридический, экономический. И вот это все. К этому перейдем, к самому механизму, еще поговорим о многих других темах, на многие другие темы. А сейчас делаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию программы «Открытый диалог». Это программа «Открытый диалог». И мы продолжаем беседу с Дмитрием Афанасьевичем Кристининым, депутатом Совета депутатов городского округа Люберцы и представителем правления Московской областной общественной организации «Содействие ветеранам и инвалидам наше поколение». С вами Николай Пивненко. И мой следующий вопрос. Вот вы говорили о юридической составляющей. Я хотел бы, чтобы вы сейчас обратились к тем ветеранам, инвалидам, которые, возможно, кто-то по разным причинам, может быть, просто даже человек стесняется. Как можно к вам обратиться? Какие вопросы вы можете помочь решить с юридической, с психологической, может быть, с медицинской стороны? Что людям нужно сделать, куда обратиться? Адрес приемный известен нашим жителям избирательного округа «Всем». Это ЖЭУ-7, территориальное подразделение ОЛГЖТ, крупнейшей управляющей компанией городского округа «Люберц». В кабинете начальника ЖЭУ я осуществляю прием. Каждый последний вторник месяца с 15 до 17 часов. Там висит номер рабочего мобильного телефона. Добавок, при личном знакомстве я всегда оставляю личный номер мобильного телефона, с которым, я бы сказал, так не знаю, только ленивый. Ну, все равно, понимаете, вы много работаете, к вам обращается много людей. Я всегда перезваниваю, если имею непринятый звонок, я всегда перезваниваю. Просто все равно есть люди, которые, знаете, кто-то махнул на себя рукой, кто-то стесняется обратиться, кто-то... Ну, по разным причинам. Поэтому я задаю этот вопрос, чтобы люди, возможно, впервые узнали ваш адрес. Я здесь не только работаю, но я здесь и родился, и вырос. Отсюда я призвался в ряды российской армии, советской армии. Вернулся уже домой в российской армии. И также и матушка работала в свое время учительница, до этого в Новоктомском вертолетном заводе. Вся жизнь связана с родным городом. И поэтому, ну, только очень много знакомств просто. Даже с учетом того, что сейчас у нас все-таки инфраструктура развивается, и застройка ведется определенная, есть программы реконструкции и развития, о которых тоже можно пообщаться. Потому что не всегда это все проходит гладко. Но, тем не менее, свои поставленные нам задачи мы выполняем нашими избирателями. Выполняем, я считаю, на 5 плюсов. Ну, пусть это не очень дается просто, но, тем не менее, это так. Критику мы принимаем с благодарностью, если она объективна. Свою правоту тоже доказывать умеем, если это необходимо. Хорошо. Вернемся к организации «Наше поколение». Почему вы решили так назвать эту организацию? Ну, так получилось, пришло в голову, ну, это же наше поколение. Наше поколение, которое помогает какому-то другому поколению. Я вам хочу сказать, что, ну, создали... Был ряд общественных организаций, в которых я состоял, в которых я продолжаю состоять. Но, тем не менее, это продукт, это продукт личный. Поэтому я здесь как главный организатор ее, как и председатель правления. И хочу сказать, что вот если мы организации... Она была создана в 2011 году, в 2012 прошла государственную регистрацию. А в 2013 году мы победили в первой премии нашей Подмосковья губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. То есть в самой первой премии мы стали номинантом. В том году это произошло... В прошлом году это произошло второй раз. Ну, проект «Наши отцы и дети», он... Я считаю, почему побеждает? Ну, во-первых, потому что он выполняется. Он не в начале своем, он в стадии развития, но он постоянно увеличивает свою аудиторию. Потому что у нас вот на границах избирательного округа три общества инвалидов. Номер два, номер шесть и номер девять. Со всеми ними мы давно дружим. Мы общаемся плотно с председателями этих первичных организаций, с Надеждой Алексеевной Лебединской, которая руководит всеми подразделениями своими в рамках городского округа Лебединца. Мы тоже давно знакомы, плотно взаимодействуем. У нас нет вопросов, которые мы бы откладывали в долгий ящик. Если вопрос возвращает, он не проблем. Появляется он не проблем. Он вопрос, который просто требует решения. И мы все вместе успешно решаем. И хочу отметить, что вот есть все-таки та связка уровней властей, которая, ну, конечно, огромное спасибо нашему главе Владимиру Петровичу Ружевскому. Не помню я такого случая, когда бы было отказано в каком-то пожелании, просьбе. Всегда с пониманием, в плотном взаимодействии. Также хочу сказать спасибо нашим областным депутатам Московской областной думы Игорю Валерьевичу Каханам и Дмитрию Валентиновичу Дениско. Ну и, конечно же, нельзя не отметить нашу землячку, депутата государства Дублини Николаевна Антонова. И вот эта вот связка уровня всех властей, конечно, нашему городскому округу приносит большую пользу. Потому что не бывает такого, чтобы где-то мы уперлись в какую-то стену. Мы всегда находим решение. То есть вы делаете стены прозрачными? Мы не волшебники, мы просто те люди, которые готовы всегда прийти на помощь, протянуть руку помощи. Для которых слова милосердия, добро и все остальное, они не просто пустые. Вы понимаете, вот сейчас звучит все хорошо, замечательно, но мы живем в такое время, что, наверное, невозможно объять необъятно. Какие существуют проблемы? Все ли инвалиды, например, сегодня обеспечены возможностью передвижения? Мы знаем, что на уровне фактически руководства страны, мы видим это прямо начиная с дороги, меняются отношения к инвалидам. Появляются специальные подъезды, обустраиваются лифты и так далее и тому подобное. Что делается в городском округе Люберцы в этом направлении? И если уже что-то сделано, может быть, давно сделано, какие планы? Что еще вы... И опять же, откуда взять средства для того, чтобы ветерана, например, обеспечить коляской или инвалидом? Есть структуры, которые занимаются этим профессионально в силу своей деятельности, но также, если возникает необходимость, у всех, кого я перечислил чуть ранее, относятся к этому с пониманием. Я бы хотел сказать, что на самом деле, ну, страна, городского округа развивается, есть программы, которые выполняются, все это прекрасно. Власть понимает то, что надо делать, власть слышит людей, она идет навстречу, но я бы хотел сказать, что на самом деле меняться, когда что-то хочешь поменять, меняйся сначала сам. Потому что, как правило, все оно в тебе, то, что надо поменять. Ну, ставим мы, делаем мы места парковки для инвалидов, ставим мы там знаки. Ну, приезжает инвалид припарковаться на это место, а там стоит другой автомобиль, без познавательного знака инвалидов. Кстати, сейчас выдаются знаки, в которых присвоен номер, а на обратной стороне знака имеются данные его владельца, и он не привязан к автомобилю, он привязан к личности, к человеку. Где указаны параметры медицинского документа, группа инвалидности, вся остальная необходимая информация, включая адрес проживания, по-моему, и фамилии, имя, отчество соответственно. Ну, вот мы сделали, местная власть построила эти места, люди на них не могут парковаться. От кого это зависит? А это зависит от личного менталитета. Мне кажется, что сейчас гораздо меньше стали парковаться, потому что штраф, извините, весьма солидный. Для того, чтобы штраф был, вот как штраф солидный, фотофиксация парковки, она у нас не работает. Ну, то есть, грубо говоря, пока тут надо, если бы работала ГИБДД по каждой этой парковке, то тогда, может быть, это как-то напугало бы. Никакого нет, это для того, машина должна уехать на эвакуаторе, тогда да, тогда это понятно. Тогда это будет работать, пока это невозможно. Но в том масштабе, в котором это происходит, выполнить это просто нереально. Менталитет, люди должны сами поменяться. Ну, сейчас вот... Ну, это же практически невозможно, вы же знаете. А что для этого нужно сделать, чтобы люди поменялись? Мне кажется, только с помощью палки это можно сделать. Каждый человек должен сам для себя принять какое-то решение. Нет, слова красивые, но вы же понимаете, что без этого, без... Когда я подобное вижу, я веду разъяснительную работу с теми людьми. Так, как? Вы подходите к человеку. Я дожидаюсь к человеку и начинаю с ним разговаривать. И как происходит этот разговор? Чаще? К чем заканчивается? Чаще люди извиняются и говорят, что больше так не будут делать. Это гораздо чаще происходит. Люди, может быть, несколько неуравновешенные. Сначала начинают воспринимать это агрессивно, но нельзя оттолкнуть очевидное. Сейчас стало практиковаться, да, вот и в соцсетях везде есть. Забрал мое место, забери мои болезни. Ну, немножко понятно, вот как вот это говорит. Грубовато, но... Ну, грубовато, но отражает действительно. А волонтеров нельзя привлечь к этой истории? Тех, которые будут вот так вот ходить, разъяснять, как специальная психологическая служба? Для меня, скажем так, работать с людьми, наверное, скорее призвание. Ну, это одна из самых сложных работ. Потому что это занимает очень много душевных сил. Требует необходимого спокойствия в те моменты, когда, наверное, его трудно соблюсти для себя. Но, тем не менее, оно необходимо. Несмотря на все личные какие-то проблемы, все мы люди, у всех они возникают. Ты должен в любом случае все равно, когда даже самому что-то нехорошо, ты должен в любом случае откликнуться на то, что нужно кому-то. Это довольно-таки непросто сделать. Да. И тем не менее, ну, если себе такие задачи ставишь, они же выполняются. И вот тут возникает вопрос, возвращаясь к теме 22 июня, 9 мая, Дни Победы, Великой Отечественной войны, начало войны, всего того, что, слава Богу, сегодня для нас священно. Потому что, согласитесь, был период, когда и это пытались как-то, ну, не забыть, но, по крайней мере, не часто об этом говорили. Сейчас, слава Богу, все вернулось на круги своя. Дети, молодежь, это будущее. Вот вы говорите про менталитет, по поводу того, что, как перестроить человека. Может быть, попытаться это сделать с самого начала, со школьной скамьи, студенческой, чтобы вот тогда не было лишних разговоров потом. Это делает. Вы как-то принимаете в этом участие? Патриотика в городском округе Любец в образовательных учреждениях присутствовала всегда. И те памятные даты, которые государственные мы отмечаем, они всегда проходят с участием дошкольников, наших школьников, и торжественные линейки, митинги. Все это всегда есть, было и будет. Но школа – это… воспитание – это, да, это серьезно, это большой объем. Но есть еще и семья, родители, которые являются в любом случае первоисточником любого воспитания. Хорошо. А вот ваша общественная организация пытается как-то проводить какие-то мастер-классы, как-то собирать людей, проводить открытые какие-то диалоги по этому поводу? Ну, все это есть, безусловно. И я бы воспитание молодежи не разделял нравственное, духовное со спортивным. Все-таки это вещи, они… воспитание молодежи, оно и есть воспитание, да. Оно должно идти постоянным. Ну, просто митинг и участие в каком-нибудь спортивном состязании – это немножко разные вещи, согласитесь. Мы же прекрасно понимаем с вами, что иногда на митинг идут, потому что надо. А поиграть, например, в футбол и заняться спортом, заняться собой, принести этим пользу, может быть, где-то и лучше. Я вам приведу прекрасный пример. У нас есть очень дружные взаимоотношения, давнишние, со спортивным клубом «Будо Искра», руководитель Капраненко Алексей Алексеевич. Это клуб каратэ, где разделение спорта не делается. Там воспитывается и вера, и духовное состояние человека, и патриотическое. И все это делается именно во время тех же самых спортивных тренировок, но не навязчиво. Кто-то хочет этим заниматься, тот будет это делать. Кто-то отсечется, ну, значит, это не его, это не его время сейчас. Но, тем не менее, все познается в сравнении. Надо дать возможность человеку увидеть это сравнение, то есть привести пример отсутствия этого в жизни и присутствия этого в жизни. А дальше уже каждый должен принимать какое-то решение. Но достучаться до любого ребенка – наша задача, наверное, первоочередная, потому что это наше будущее. Если мы их сформируем, эти личности, должным образом, тогда и государство будет тоже находиться в сильной позиции по отношению к всему остальному миру, где-то недружественному. Также и просто по отношению к самим своим тем гражданам, которым иногда требуется помощь, которая должна оказываться, и люди ее должны оказывать безвозмездно. Спасибо вам большое. Сегодня в программе «Открытый диалог» принимал участие депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, представитель правления Московской областной общественной организации «Содействие ветеранам-инвалидам наше поколение» Дмитрий Афанасьевич Кристинин. С вами был Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». Программа о самых важных событиях и о людях, которые эти события создают. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин